Спасибо за рыбу. С древности дельфинов считали умными и дружелюбными существами, которые охотно общаются с людьми и по первому зову приходят им на помощь. Не в последнюю очередь такой стереотип возник из-за улыбающейся морды дельфинов. А современным жителям западных стран его помог сформировать дельфин Флиппир. Это герой одноименного американского телесериала, вытаскивавший своего друга-человека из разных неприятностей. В последние десятилетия люди все чаще хотят поплавать с дикими дельфинами. Но как считают ученые, это может быть небезопасно ни для тех, ни для других. Давайте разберемся, стоит ли близко общаться с дикими дельфинами. В мифах древних греков, а впоследствии древних римлин верхом на дельфинах ездят боги, полубоги и нимфы. Тонувших в море героев нескольких мифов дельфины спасали от смерти. Согласно одному из сюжетов о повелителе Марии Посейдоне, когда тот надумал жениться, приглянувшаяся ему девушка испугалась и сбежала. Вернуться и выйти замуж ее уговорил дельфин, один из посланцев бога. В индуистской мифологии богиня реки Ганг ездит на дельфине. В легендах народов океане и дельфины могут менять облик, превращаться в людей и зачинать детей с земными женщинами. Об отношениях дельфинов с людьми неоднократно упоминали и древние авторы, и писатели или путешественники более позднего времени. Чаще всего речь шла о совместной ловле рыбы, во время которой дельфины подгоняли рыбу к стоявшим в море людям, либо загоняли ее в сети. Часть лова доставалась рыбакам, а часть дельфинам. Вверху. Самка по имени Беби из аквариума Майами в роли дельфина Флиппера. Внизу. Кадр из телевизионного фильма Флиппер, 1964 год. Поделиться. Дельфинов в домашнем кругу чаще всего в разного рода историях о взаимоотношениях людей и дельфинов. Речь идет об афалине или бутылка на сам дельфине. Они обитают у побережей. Это широко распространенный и хорошо изученный вид дельфинов. Поэтому по умолчанию мы будем иметь в виду афалин. Бутылка нас и дельфины живут в стаях от 2 до 15 особей. Их состав непостоянен и меняется в зависимости от возраста, пола, родственных связей или времени года. Они обычно состоят из самок с новорожденными дотенышами, либо из подростков разного пола. Несколько стай могут временно объединяться в суперстаи, численность которых может достигать тысячи особей. Взрослые самцы из некоторых атлантических популяций образуют союзы. Так их называют наблюдавшие за дельфинами исследователи, хотя судя по роду занятий, их скорее стоит называть бандами. Они состоят из двух-трех особей, которые следуют за взрослыми самками и принуждают их плыть вместе с ними. Два или три союза зачастую объединяются в конкурирующие за самок суперсоюзы. Исследователи предполагают, что так самцы охраняют и запугивают рецептивных самок, с которыми они могут спариться. Сначала союзники ловят самку, они кружат вокруг нее не давая ей уплыть, чтобы она не вздумала сбежать. Самцы ее кусают, бьют хвостом или другими частями тела. Исследователи описали случай, когда преследование и запугивание самки длилось больше часа. За это время жертва и преследователи проплыли семь километров. Самке удается сбежать от настырных кавалеров только в одном из четырех случаев. Иногда союзы самцов отбивают плененных самок друг у друга. При этом они действуют прямо таки стратегически, объединяются против конкурентов двое на двое. Однажды ученые заметили, как за самку подрались банда из двух самцов и одинокий дельфин. В результате самка осталась союзниками, а самец в ходе борьбы потерял сознание, но все же остался жив и в конце концов уплыл. Исследователи неоднократно описывали, один, два, случай инфантицида в нескольких популяциях афалин. Однажды морские биологи наблюдали попытку убийства новорожденного детеныша двумя взрослыми самцами. По счастью, его спасла мать. В других случаях ученые видели последствия, выброшенные на берег мертвые тела дельфинят со следами внутренних повреждений, которые привели к гибели животных. Среди них были ушибы мягких тканей и внутренних органов, таких как печень или легкие, сломанные ребра и повреждения черепа. Характер травм говорил о том, что детеныши не попадали под корабельный винт или в рыбацкие сети, а их убили, причем не хищники, а сородичи. Вероятно, причина инфантицида у бутылконосых дельфинов та же, что и у некоторых других видов, например, львов или горилл. Самки этих видов размножаются сравнительно редко из-за того, что долгое время заботятся о детенышах. Дружелюбные, но одинокие. Известны многочисленные современные случаи дружеских отношений людей с дельфинами. Большинство из них одиночки, которые выросли у побережья, либо приплыли в рыбные места рядом с побережьем уже будучи взрослыми. Постепенно они привыкают сначала к людям на лодках и судах, а потом постепенно стали контактировать и с людьми, находящимися в воде. О дружелюбном дельфине становится известно за пределами округи. Посмотреть и поплавать с ним приезжают люди из других городов или районов, и в конце концов о новом туристическом аттракционе узнает пресса. Удивительно то, что эти особи зачастую не стремятся контактировать с дельфинами своего вида, и если рядом оказывается стая, не стремятся к ней присоединиться. Дикие дельфины серфер у берегов Южной Калифорнии. Поделиться. В отличие от одиночек, дельфины в стае далеко не так дружелюбно настроены по отношению к человеку. Пока известен один случай долговременных дружеских отношений между людьми и группой животных, обитавших в заливе Шарку побережья Западной Австралии. Это происходило в конце 1970-1980 годах. Группа из примерно семи животных приплывала к берегу, обычно утром, где их ждали туристы с рыбой. Дельфины. В основном это были самки с детенышами, позволяли себя трогать, некоторые из них оставались у берега в течение многих часов. Поздние власти ограничили количество туристов, которым позволялось кормить дельфинов. Во время кормления им запрещалось трогать животных. Одиночные дельфины, которые охотно общались с людьми, которым давали клички, встречались у побережья Великобритании, среди земноморских стран, Австралии и Новой Зеландии, США, стран Карибского моря. Животные катались на волнах вместе с серферами или плыли за моторными лодками и катались на создаваемых ими волнах. Некоторые из дельфинов позволяли людям находиться рядом с собой в воде, гладить себя, плавать с ними рядом или даже у них на спине. Взаимноопасные. Но такая фамильярность нравилась далеко не всем животным. Некоторые из них просто уплывали, а некоторые наглядно показывали, что не хотят находиться рядом с людьми. Так, в прессе сообщалось о дельфинах, которые нападали на плававших неподалеку людей, препятствовали возвращению пловцов или серферов на берег и даже пытались потопить пловца. Новозеландская исследовательница, изучавшая вертящихся дельфинов, однажды столкнулась с тем, как разозленный ее присутствием взрослый самец начал ей угрожать. Но, к счастью, все закончилось без травм, так как она знала, как себя вести в подобной ситуации. Бутылконосый дельфин по кличке Тио, обитавший у побережья Бразилии, был так раздражен назойливым вниманием людей, которые хотели пообщаться и сфотографироваться с ним, что отправил в больницу 30 человек, один из них позднее умер от внутреннего кровотечения. Но это был скорее экстремальный случай, дельфина провоцировали сами люди. Несмотря на то, что туристам рассказывали, как с ним себя вести, они дергали его за пловники, толкали, карабкались к нему на спину и даже пытались засунуть мороженое ему вдыхало. Изредка дельфины проявляют неспровоцированную сексуальную агрессию. Исследователи неоднократно фиксировали случаи, когда самцы агрессивно вели себя по отношению к пловцам-мужчинам и пытались спариться с находившимися в воде женщинами. Единичные случаи подобного поведения, агрессия по отношению к пловчихам, наблюдались и у дельфиних. Но гораздо большую опасность представляют не дельфины для людей, а люди для дельфинов. Моторные лодки, которые привозят туристов к дельфинам, мешают животным спать. Как показывает статистика, дружелюбные дельфины-одиночки, живущие у побережья, общаются с людьми несколько лет, но в конце концов исчезают или умирают. Некоторые попадают в сети и задыхаются, гибнут в результате столкновений с судами или попадают под грибной винт. Некоторых из них люди убивают сознательно. Например, самец те, убивший одного из надоедавших ему людей, через некоторое время исчез, предположительно его убили в отместку за гибель человека. Нельзя сказать, что все дельфины агрессивны и при первом удобном случае нападают на особи других видов или на людей. Можно привести примеры, когда дельфины мирно плавали рядом с людьми, не делая попыток на них напасть, а иногда даже спасали им жизнь. Так, в августе 2007 года стая дельфинов спасла серфера Тодда Индриса от большой белой акулы у побережья Калифорнии. Он ловил волну в бухте Монтерея у побережья Калифорнии и в это время на него напала большая белая акула. Хищница успела дважды укусить его, раны оказались опасными и ему пришлось несколько месяцев лечиться. Но неожиданно на выручку Тодду пришла стая дельфинов, которая оттолкнула от него акулу и образовала вокруг него защитное кольцо, дав возможность выбраться на берег. Но рассчитывать, что такие истории всегда будут завершаться счастливо, вряд ли возможно. Сотрудник Американской национальной службы морского рыболовства США Тревор Спрадлин рассказывал, что ему и его коллегам известны десятки случаев, когда дельфины кусали людей, в том числе и тех, кто их кормил. «Мы не считаем, что людям нужно перестать ходить на пляж или ездить смотреть на дельфинов», говорил он. Но делать это нужно осторожно и взяв на себя ответственность за свои действия. Любители морских животных должны относиться к ним, так же, как люди на сафари или бёрд-вотчеры с большим уважением. Екатерина Русакова